Лифты не работают, а детские коляски, велосипеды и тяжелые вещи приходится тащить на себе. С такой проблемой столкнулись жильцы одной из многоэтажек на бульваре Гусева в московском районе города. Как рассказали горожане, с момента ввода дома в эксплуатацию в 2016 году, лифты в их подъездах периодически выходят из строя. Наша съемочная группа выяснила причины такой ситуации. Для Павла Сиева выход с детьми на прогулку и возвращение с нее задачка та еще. Семья живет на девятом этаже, но подниматься и спускаться родителям приходится исключительно по лестнице. Вторую неделю лифты в их подъезде не работают. Мы сидим дома, мы толком не гуляем, с коляской невозможно совсем. То есть сначала я иду, спускаю коляску вниз, если она наверху у нас осталась, либо в машине она лежит, и с двумя детьми на руках, и спускаемся, поднимаемся. Как рассказывают местные жители, лифты в их доме выходят из строя регулярно. Проблемы начались практически сразу же, как дом был сдан в эксплуатацию в первую половину 2016 года. Причем встают оба лифта, как пассажирский, так и грузовой. И когда перестает работать грузовой, коляски, инвалидные кресла и другие тяжести, жильцы вынуждены тащить на верхние этажи, что называется, на себе. В подъезде номер 4 с сентября не работает ни один из лифтов. А помимо родителей с колясками, здесь проживают и пожилые люди. Тяжело, конечно, много остановок делать. Через два этажа примерно я останавливаюсь. Но я еще думаю, что не так тяжело, как им. Руки, мне кажется, уже отлисли просто по колено. Вот реально, потому что это ни сил, ни нерв, уже ничто не хватает. На самом деле плакать хочется. Я вчера эту коляску бросила на втором этаже. По словам жильцов, лифты выходят из строя из-за тросов низкого качества. Это подтверждают и документы, которые жители в ответ на свои обращения получают от управляющей компании «Тверская коммуна», обслуживающей дом Нагусева. По данным УК, лифты отключены по причине, цитата, «высокого износа несущих ремней кабины и противовеса». В том же документе представители управляющей компании подчеркивают, что работы по замене изношенных конструкций входят в гарантийные обязательства застройщика. Им выступает компания «Стройтраст». Однако на данный момент гарантийный срок три года уже прошел. И что будет дальше, говорят жильцы, для них загадка. Единственное, что нам предлагала управляющая компания, это сделать фонд компремонта и за свои деньги, грубо говоря, чинить тросы. Замена тросов на каждый лифт стоит порядка 600 тысяч. Понятное дело, что жильцы не готовы отдавать такую сумму на ремонт лифтов. По сути, в новом доме. И, разумеется, хотят добиться их замены от застройщика за его счет. Ведь лифты перестали нормально работать, когда гарантийный срок еще не прошел. Пока же этого не произошло, жители пишут официальное обращение в администрацию Твери, ГЖИ и прокуратуру. Управляющая компания тем временем пытается хоть как-то исправить ситуацию. Снимает еще не до конца изношенные тросы с одного лифта, переносит их на другой. Но это, уверены обитатели дома номер 56 по бульвару Гусева, не решение проблемы. По оценке, получается, от лифтовиков тросы будут работать где-то 6-8 месяцев. Через 6-8 месяцев у нас, возможно, встанет еще где-то лифт, и уже тросы снимать будет неоткуда, потому что уже все, что могли, везде поменяли. Как долго проработает лифт в четвертом подъезде, неизвестно. Запустить его представители управляющей компании обязались до конца пятницы 9 октября. Об этом в нашей съемочной группе заявил директор Тверской коммуны Андрей Бураков. Однако управляющие компании признают, что окончательному решению проблемы поможет только полная замена лифтов. Проблема, она пока не будет произведена, полная замена оборудования, проблема-то останется. Словом, точку в истории с лифтами в доме номер 56 на бульваре Гусева ставить еще очень рано. В ходе подготовки данного материала к выходу в эфир, наш телеканал направил официальный запрос в Главное управление Государственной жилищной инспекции Тверской области, в котором поинтересовался, какой выход из сложившейся ситуации видят профильные структуры и что могут порекомендовать жильцам. Мы продолжим следить за ситуацией вокруг 56-го дома на Гусевой и расскажем вам, какие ответы получили.